Людмила Петропавловская, врач. Нет предела совершенствования. Дорогие друзья, все, кто собрался здесь, по жизни являются искателями, ищущими истину в нашем мире. И это возможно только в свете. В свете возможно совершенствование человека. Только в свете произойдет избавление от проблем человечества в это переходное время, когда Земля переходит в новое пространство и время. Поэтому мы решили начать, Людмилович, доклад с молитвы о сохранении света. Послушайте, пожалуйста. Молитва о сохранении света. Прекрасен был тот мир, что мы оставили в далеком прошлом. Благословенная мать и отец, создавший когда-то жизнь, законы жизни, которых изменить никто не смел, не нарушая устроенного течения совершенной жизни. Но строгости правил вреялись людям. Что первым вызвало падение и хаос, никто не знает. Отступили люди от совершенного пути, и началось падение. Измерения высокие ушли с планеты, закрылся замены с небес, где мать и где отец. Так потеряли дети и родители небесных, мать и отец их также потеряли. Упало человечество в объятия темноты, и каждый оказался в руках вампира, обогрюванными их алой кровью. Если бы галели дальше люди, и излучали яркий свет того огня, никто не в силу мог бы тронуть их. Барфир бы разлетелся на кусочки. Темнота работала усердно, долго, уговаривая закрывать глаза на то, на это. Я пила глаза, закрыла переную мари, чтобы привыкли люди к темноте, приняв ее теперь за мир небесный. Затем они застали в темноте, выращивая поколение для пропитания ее. Так упало человечество и жило долго в хронешной темноте, и сохранился свет в нем многих. Пришло другое время. На планету мат пришла. Настало время расставания с прошлым. Вот зверь несмело в будущее достучалось, и носит в виду свет, в любовь и мир, в метущуюся душу человеческого войного. Кто сумел душой зацепиться нитью света за новую планету, превратив ее в надежный якорь, тот и спасется. Такого человека ожидает будущее, даруемое матерью и отцом. По уходу прошлого, такого гражданного, не каждый ощутил. Не уведали люди и возвращение на планету матери, апостоли и отца. Тот, кто как и прежде связывает с прошлым жизнь свою, решается надежды, света. Восстань, уставшая душа, стань сильной. Освободись от ржавого железного капкана. Ведь рядом мать и отец, луна и солнце. Всегда получишь на поддержку света. Восстань, у человека, восстань, спаси себя. Себя спасай, помоги другому, кто в силу превозмочь тебя, пойди навстречу свету. Солнце яркое, пылая на небесах, раскрытым цветком изливая лучи, что сохранят и защитят любого, кто встал с тобой рядом на путь света. Да будет и восклавлен день проявления матери, пришедшей для спасения человечества в планете. Спасение света во всех физических мирах. Свет, вы считался с темнотой и с прошлым, а неослабленные согласились с фактом вхождения в себя желающих, если привычки прошлого не помешают остаться во служении темноты. Душа отвыкла от свободы проявления, ибо привычки не тянет в темноту, еще и просит не оставить, не принимая ее знамой мать, отца и бездом. Так охотно и по доброй воле уходят люди в темноту. Свобода выбора не позволяет нам спасти их, и закрывая за собой двери навсегда. Да, смириться с этим невозможно, так думают отец и мать. И мы придумываем новые и изменяем старые законы, любыми способами принимая меры, чтобы когда-нибудь в далеком будущем вернулись к нам освобожденными они. Надежда в нас живет, мы помогаем всем находящимся, живущим в свете, расти и расти, чтобы свет огненный дошел до каждого и поднял душу вверх. Подними же их огонь, спаси ее души, что станет бесполезными тебе. Велика сила матери, высоки души у матери отца, они способны на любое чудо. Слава матери отцу, слава всем идущим вслед за нами, пусть торжествует свет везде, и пусть проявится то будущее, которое воскресло вновь из прошлого, соединившееся с настоящим. Мир всему свету, мир всем людям. Значит, совершенству нет предела, это точно. И мы знаем, что физическое тело смертно, а жизнь души, частица Бога и Богини, матери, бесконечна. О реинкарнации душ всем известны теперь. А в чем суть бесконечной жизни? И оказывается, в ее постоянном самосовершенствовании идет сейчас переход на новый уровень эволюционного восхождения. А что это значит для нашей планеты и всех на ней живущих? Это означает переход с дна космического Тора, тьмы и хаоса, на восходящий внутренний уровень пространства Тора, космического Солнечного системы, галактического, то есть восхождение в пространство света и любви родителей небесных, где властвуют их единые законы для всего космоса, где нет дуальности, добра и зла. Как ни странно это прозвучит, но в чем заключается совершенствование? Простой вопрос. Оказывается, что самосовершенствование заключается в принятии человечеством любви, родителей небесных – это самые высокие энергии, научиться жить в свете и любви, так как Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы, и Бог есть любовь. Об этом человечество забыло. Вот мы прослушали на это, погрузившись в темноту и думая, что это и есть свет. Теперь людям надо научиться любить по-божески, осознать себя во Боге и Бога в себе, являясь частицами Бога, осознать его в себе. Совершенствование невозможно без веры в Мать и Отца, и по этим предметам вера, надежда, любовь, мудрость, гармония, знания. Человечество постоянно сдаёт экзамены сейчас, каждодневно. Видно всем, как стремятся служители темноты планеты удержать человечество на низких вибрациях материального вера, злоба, зависти, страха, гордыни, жадности. Высшим проявлением всех этих качеств негативных являются войны, на чем, собственно, человечество стремится все время сейчас удержать, выкачивая энергию для темноты, в которой только она и может питаться этой темной энергией. И в этом хаосе должны сплотиться все силы света. А Россия, прежде всего, цель России – построение Святой Руси, державы света. Державой света должна стать вся наша планета. Важно! Началась эра матриархата, и на перегреслан выходит сознание ценностей души, материнского женского начала, и построение всей жизни, исходя из ценностей сознания души. А сознание души – это и есть Христосознание. Раньше мы находились в семи телах до 2002 года. Это физическое, тонкое физическое, астральное, ментальное, каузальное, бутхическое, атмическое. Матмическое было не более высоким в эспрете. Вот это тело, тонкое тело с духом. Но теперь с 2002 года в человеке пять тел. Мы никогда не одни. Мы думаем, что мы сами экспериментируем. Нам помогают в этом нашем росте и самосовершенствование. Мать и Отец, все светлые силы, вся иерархия света, все боги, которые были когда-то на планете, и теперь помогают людям, помогая им выходить вот из той кромешной тьмы, в которую погрузилось человечество. У человека с 2002 года пять тел. Физическое, тонкое, физическое, эфирное, которое объединило в себя еще и астральное, и ментальное тело. Мы раньше находились на вот этом уровне сознания, ментального, межпояса, сознания и личности. Добавились еще к телу души и духа тело сознания, то есть то, чего прежде не было. Сознание, которое выше уровня манипуры. Оно относится к анахате и более высоким уровням сознания. Души и духа, находящиеся в буддхического и атмического уровня. Вот это здесь написано, нарисовано. Абсолютно новым стало тело сознания, и железный век, все высшие способности у человека были отключены. Как результат, и проведение эксперимента Господа на планете у человека стали увеличиваться и немецы цепочки ДНК. Правое полушарие женское, дотоле почти не задействовано, стало работать. Полушарие приблизились друг к другу. Образовалась пирамида сознания тему чакры. Она объединяет с собой пять точек. Дыру Брамы, третий и четвертый класс, это эпифис и гипофис, эпифис, и две точки над душами. Этого пирамиды сознания. Пять точек. Ну что интересно, она, процент работающих клеток в мозгу резко увеличился, и вершина пирамиды сознания дошла до монады. А внизу стало проявляться тело сознания после этого. Сначала оно было бесцветным, а теперь оно имеет ярко выраженный салатовый цвет. Это самое тонкое, быстро вращающееся тело. Поэтому оно объединяет с собой другие тонкие тела. Человек должен осознанно работать над всеми своими телами, чтобы тело сознания было ярко проявлено. Для этого человек должен знать то, что ему дано. Он не знает. Все дано. покуда человек не осознает то, что дано ему, и как с этим работать. А еще каждому надо индивидуально с этим работать от того, что нет одинаковых людей. И пока вот это вот знание и осознание, и человек не начинает с этим работать, это не действо. Но зато как все отзывается только на одно желание, на один посыл начать с этим работать. А как вот работать с телом сознания? Если тело сознания – это тело света, то надо избавляться от темноты в себе, что достаточно сложно, как оказывается, и копить свет, идущий от Святой Троицы, отдавая его другим и наполняясь светом, выполняя вот то, что заповедь Иисуса – «Да любите друг другу». Основную заповедь. А сейчас стоит вопрос о вхождении монады в тело человека. А что такое монада? Это звезда. Вот четыре части души спустились вниз в воплощение, а пятая часть находится в монаде вместе с Духом. И эта пятая часть никогда не воплощалась. Она сохраняет в себе ту цель, которая поставлена была, и те божественные качества, которые даны были человеку и накоплены были им в процессе его воплощения. Предназначение свое, данное Богом, она сохраняет в себе. Так вот сейчас возможность опускания монады в мастер с Днём, каждому человеку дала, опустив эту монаду, осталось её ввести в себя, общаясь с ней. Всё доброе, всё отзывчивое, всё откликающееся на посыл, всё разумное, сознательное, и всё готово помогать человеку, что дано светлыми силами. только надо об этом знать и с этим работать осознанно. Всё это дано на странице клик серии исход. Ещё интересный рисунок, а вы же можете понять, следующий, а вы можете наоборот, следующий рисунок. вот здесь изображение духовного циферблата, как работает психическая энергия в человеке. Психическая энергия над головой, которая замчает, как солнышко, проходит в эмоциональное сердце, в духовное сердце, где соединены душа и душа, в физическое сердце. И потом оно спускается, обойдя всё, и возвращается потом назад. То есть любая наша мысль, любая эмоция проходит через эмоциональное, духовное, физическое сердце, и возвращается опять назад через голову, принимая решения, влияя на мысли. Вот такой вот, такая вот сверст в человеке между психической энергией, между эмоциями, между мыслями и душой, и духом. Вот над головой находится шар психической энергии, розово-лазурного цвета. Голова излучает золото, горло голубой цвет. В грудной клетке слева направо находится физическое сердце, ярко-красного цвета, духовное сердце, кристалл и стока, в котором находится свет. излучающий свет, и эмоциональное сердце напрямую связано с шаром психической энергии. Психическая энергия через голову входит в эмоциональное сердце, духовное, затем физическое и мозг. После этого разгорается пирамида сознания, про которую я сказала. Ответ идет обратным путем. Если реакция положительная, то шар психической энергии и духовное сердце находятся в гармонии. Господь говорил, описанное явление является принадлежностью только моей богини. человечество должно стать подобием матери. У нас сейчас у всех работает духовный циферблат. Причем духовный циферблат вот так вот построен горизонтально, а вертикально здесь находится дух в области щитовидной железы. И здесь соединяется он с душой, а также он соединяется дух, душа и личность с мониторой. Контролируя личность, у каждого человека есть шанс и возможность работать со своей личностью, которая доминировала до сих пор. Господь редко дает предсказание событий повременной из-за непредсказуемости людей. С 2000 года на планете подрастают дети шестой, седьмой раз уже заканчивающейся сейчас школы. Они должны будут продвигать идеи нового миропорядка. А изначально идея равенства и братства была заложена Богом, и она была изменена во времена социалистического нашего общества богоборчества. миропорядка. И как важно сейчас дозировать информацию, идущую через СМИ, чтобы не угнетать сознание и дух людей напором и тональностью после переместенного ковидного шторма. Как важно сейчас для всех людей духоподъемные песни, стихи, проза, юмор, чтобы восторжествовал на планете, а прежде всего в России, справедливость. И необходимо объединиться всем силам света в России под руководством Святой Троицы, действующей через президента России. Для этого необходимо создание и введение идеологии духовных ценностей их доминанты над материальными, охватывающей все сферы жизни человеческого сообщества, деградировавшего и вырождавшегося под влиянием глобализма. Включайтесь всеслышащие светлые души, ибо медлить нельзя, Святая Русь должна возродиться и усиять на планете, спасая все человечество. Россия вперед с Богом! Спасибо! И молитва света, да будет жива каждая частица света, да приумножится свет в людях на планете, да высияют радости любовь, да будет построен век золотой и утвердится на планете он. Верю истинно, стою неколебима в рядах идущих к свету небесных родителей. Аминь. С Богом! Спасибо! А вопрос можно? Да. Вот в конце Вы говорили о том, что сплотиться вместе с президентом. Да. Но у президента есть какие-то положительные черты, во всяком случае на словах все правильно, а на деле посмотреть. давайте вот эту тему за пределами, если Вы к этому относитесь, давайте вот так, договорились же сто раз. Нет. Не надо такие вещи говорить. Вы просто не понимаете, что делаем мы. Спасибо. Вот сюда надо взять.